Какого хера человек лезет двумя руками, находясь в вашем гарде к вашей шее? Наверное, он что-то знает, чего, наверное, возможно, не знаете вы. Скорее всего, я в самом конце просто вырублюсь, и все. Человек приходит, ему говорят, типа, да, не пытайся, ничего, я закрытую гардерсу, я хотела, тебе надо проходить, типа, и все это не работает, короче, можешь даже не пытаться, тебе просто руку отломать. А потом кто-нибудь на соревнованиях такой. Еще, собственно, есть такой вариант, да, бейсболчок, то есть вы берете на воротнике обычный захват, 4 пальца вовнутрь, вот как бейсбольную биту. Если вы хотите тушить внутри гарда, то, собственно, расстояние будет примерно ваш кулак, может даже чуть меньше. Основная задача, чтобы здесь было максимальное давление, но при этом, чтобы по сути, от того, что они так близко друг к другу, чтобы они не разошлись вот так по воротнику, не проскользнули. Да, то есть хорошие, надежные захваты, расстояние вот примерно такое. Ну, у меня примерно так работает это. Техника немножко, ну, скажем так, туповатая, немножко грубоватая, потому что, ну, вы прям человеку прям вот в лицо говорите, смотри, я сейчас тебе буду тушить, да, то есть, ну, она работает, когда-либо человек ее не знает, первый вариант, второй вариант, он думает, типа, ха, пройдет, то есть, ну, так обычно, после этого обычно люди просыпаются, улетают куда-то, то есть, когда у вас есть смысл, что до херня не прокатят, типа, так себе. А потом они пишут нам рубрику. Да, обычно, да, как бы, после этого люди узнают что-то новое. Ну, и, я не знаю, Маджит Хэйдж, да, в свое время вот этим бейсболчоком, ну, удивил очень много людей, скажем так, вот, с разных позиций, но, тем не менее, эта техника реально работает с закрытого гарда, я покажу примерно, как она работает, потом покажу, ну, несколько вариантов защиты. Что мне нужно? Мне нужно, как я сказал, воротник, обычный захват, четыре пальца вовнутрь, это второй захват, да, то есть, вот так просто наехал на свой, это, кимоно, поэтому пришлось его поддернуть. Вот у меня есть эти захваты, дальше, что мне нужно? Я буду идти головой к голове, потому что, чем он ближе ко мне, тем мне легче будет сводить свои локти. Я, по сути дела, хочу провернуться так, как будто я хочу отдать ему спину. То есть, мой правый локоть, та рука, которая четыре пальца вовнутрь, она идет к левому локтю, то есть, я иду вот так, начинаю поворачиваться к нему спиной, вот, и здесь идет удушение. Чем я ближе к нему, тем мне легче тянуть. Здесь у меня руки почти не душат, потому что я, ну, не могу нормально локти свести. Вот здесь сильное удушение. Вот. Собственно, я, когда душу реально, я хочу человек вот туда прям залезть, то есть, я прям аж вот так делаю, и к нему поворачиваюсь почти полностью спиной. Не опасно? Опасно, естественно. Ну, чем вам это может грозить? Если вы не сделали удушение, скорее всего, вам забрали либо спину, либо маунт, да, либо рычаг локтя. Ну, то есть, как бы, в принципе, выбирайте из трех узлов любой, какой вам нравится, и который нравится человеку. Ну, как бы, штука реально работает, особенно, когда человек ее немножко, ну, прозевал. Вот, когда уже пошло удушение, очень сложно защититься, потому что оно достаточно мощное, и многие люди, они, ну, они думают, блин, что-то идет, я уже почти у него за спиной, и все. То есть, они, ну, как бы, чувствуют, что какое-то давление на шею идет, но они не осознают, что это давление их выключат, там, через 3-4-5 секунд, и все. Не важно, что они, там, за спиной с крючками. То есть, ну, я на тренировках, так, в первое время, когда начал только это все осваивать, целый месяц я, почти каждый тренировок, кого-то душил до отключки. То есть, с разных позиций, сайт-контрол снизу, да, когда человек проходит мой хавгард, условно говоря, специально берешь захваты, пропускаешь, душ. То же самое, человек заходит за спину, вырубается. Естественно, это опасно, потому то, что я, оказывается, человеку спиной. Если у меня не получится удушение, все вытекающие последствия, да, от того, что вы проиграли спину, будут ваши. То есть, меня начнут душить, отламывают мне руки и т.д. и т.п. Вот. Ну, если удушение я отпущу, то, естественно, он получит баллы за позицию, потому что это будет уже, ну, бэк-контрол, да. Ну, как можно защититься? Ну, во-первых, давайте будем, как бы, включим то, что отделяет человека от, собственно, всех других питающих. Отсутствие шерсти. Ну, это, ну, ладно, вот. Допустим этот вопрос. Я хотел сказать интеллект. Какого хера человек лезет двумя руками, находясь в вашем гарде, к вашей шее? Наверное, он что-то знает, чего, наверное, возможно, не знаете вы. Поэтому, ну, первая ваша мысль, да, если вы не знаете, лучше туда не попадать. То есть, очень тупо узнать это методом, ну, как бы, таких вот, ну, экспериментов, да, скажем так, типа, о, а что это будет? Особенно, если это соревнование. Ну, вот. То есть, лучше спросить у человека потом. Мне кажется, что не надо давать человеку вот эти захваты взять, потому что, ну, как бы, ничего хорошего явно он вам не сделает. То есть, как бы, два захвата около шеи появляются только тогда, когда вам хотят дать пиздюлей. То есть, лучше задать вопрос, что ты хотел сделать, нежели, что ты, как ты это сделал. Нежели, когда вы проснетесь, вы увидите над вами кучу людей вот таких. Матан, ты как? Ты как? Собственно, ну, первая защита, она некая такая, ну, скажем так, пассивная. То есть, человек начинает тупо лезть сюда, да, ну, просто не даем ему взять этот захват, да, если он взял... А так можно было, да? Да, то есть, так можно было. Если человек взял один, да, он лезет в вторых, я понимаю, ну, уже один захват есть. Это, как бы, ну, ну, ладно, я хер узнает. Может, узнает какой-то проход, который не знаю я. Ну, когда лезет вторая рука сюда, явно он знает что-то больше, чем просто проход. Поэтому, ну, как бы, вот такие глаза и, типа, нет, я ему не дам эту руку. И после этого, желательно, еще ноги назад и вторую руку оттуда убрать, на всякий случай. Ну, скажем так, вам, если вы снизу работаете, вряд ли вы хотите, чтобы вы руки были здесь. Ну, оно вам, как бы, особо сильно не помогает, это, как бы, очень странная позиция, и, как бы, он не знает, что происходит. А следующее, скорее всего, вы узнаете медным экспериментом. Потом, следующее. Если он все-таки взял эти захваты, нельзя дать ему увести тот локоть, да, где четыре пальца внутри. То есть, это вот, я так понимаю, вот эта рука, судя по ощущениям, вот. Я бы, как минимум, взял бы вот так. Ему так тяжело стартануть, вот, начальное движение. После этого, что я, что я бы хотел сделать, не открывая гард, да, я бы хотел его от себя отжать, вот туда, да, и постараться сорвать вот эти захваты как можно сильнее, да, то есть, сделать такой рывок, чтобы он меня отпустил, да, чтобы не было возможности крутиться туда. Да, то есть, я защищаюсь просто за счет того, что он не может крутиться. Да, я держу его руки, при этом разрывая дистанцию, он вынужден отпустить меня, потому что тяжело держать эти захваты. Ну, и плюс, надо понимать, да, то, что если человек уже начал крутиться, я уже здесь провоклился. Моя сдача будет, я буду хотеть максимально уйти от него, потому что я могу разговаривать захват только за счет дистанции, потому что если Леха меня вот здесь держит, он близок ко мне, то, ну, все, пипец, я не смогу ничего сделать, потому что если он сейчас врубит руки свои, я отъеду. Мне будет очень тяжело, потому что уже идет удушение, на самом деле, просто, ну, даже за счет позиции, он сейчас руками, на самом деле, вообще никакую силу не применяет, но если я хочу попытаться отсюда уйти, мой последний шанс, это его просто от себя отжимать максимально туда, то есть, за счет, ну, ноги будут контролировать его корпус как можно выше, спиной я вытягиваюсь, как будто я стану его делаю, там, гудмойнинги, как в последний раз в жизни, руками стараюсь сорвать его руки. Последний шанс. Я бы специально не доводил бы до сюда, то есть, я бы не работал так, что, типа, о, я знаю, он сейчас будет крутиться, а я в самом конце вот за счет вот этой техники уйду. Скорее всего, я в самом конце просто вырублюсь, и все. Вот, поэтому это я использую только, ну, если я уже туда попал, ну, не знаю, вот так получилось, проснулся в этой позиции. Вот движение. Как будто вы в спине хотите прогнуться ногами, фиксируете его линию плечей как можно выше, и в спине прям делаете движение, как будто вы, ну, встану и дергаете прям вот так, и смотрите вверх, да, как вот с треугольника люди уходят, вот таким вот рывком, да, пытаются осанку набрать, да, вернуть осанку, вот тоже самое. Ну, иногда люди, как я уже сказал, не верят, что им это сделать, то есть, они думают, блин, он что смеется, что он прикалывается, типа, решил мне эту штуку сделать, он такой, все, отъехал. Ну, вот, но, естественно, это все не точно. Бля, Леха, по-братски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА